Как ниагарский водопад, для кого-то чудо, а для кого-то вечный шум в голове, так и есть бойцы, которыми многие восхищаются, но очень многие хотели бы увидеть их в глубоком нокауте. Привет, лохматые синички! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на бойцов, которые на радость фанов отправились в нокаут. Кто-то из них трэш-токер, кто-то просто талант, издевающийся над соперником, а кто-то беспринципный воин без морали. А чтобы уберечь себя от такой участи, подпишитесь на канал и поставьте лайкусик. На устах мед, а на сердце лед. Так и бойцы бывают на вид отличными панчерами, но по сути подлыми читерами, готовыми на все ради победы. Антонио Маргарито всего за год прошел путь от идола до ничтожества для миллионов своих же фанов. А все дело в том, что он был спойман на читерстве, а именно на том, что добавлял гипс в перчатки перед своими боями. Многие считают, что именно благодаря этому он одержал победу над Котто, капитально того разукрасив. Но в раздевалке Маргарита перед своим поединком с Шейном Мозли при тейпировании рук присутствовал его тренер, который заметил порошок между перчатками бойца и поднял бучу. Это все изъяли и руки перебинтовали. А сам бой Шейн Мозли, который считался явным аутсайдером, разгромно выиграл, нанося каждый удар с такой злостью, как будто Маргарита увел у него жену. Да это и понятно. После экспертизы оказалось, что этот порошок после взаимодействия с воздухом и влагой в перчатке во время боя превращается в гипс, который не виден снаружи, но очень добавляет чувствительность в удар. Вот так толпы фанатов возненавидели еще вчера легендарного бойца. В чем он сами виноват? В споре побеждает тот, кто громче кричит, но это не для бойцов. Там побеждает тот, кто лучше бьет. Все вы знаете, что неотъемлемая часть современного мира единоборств это трэш-токинг, который привлекает зрителей, спонсоров и рекламодателей, отчего и повышаются гонорары бойцов. Но я считаю, что есть вещи, которые не должны затрагиваться и оскорбляться, какие бы деньги тебе не предлагали. Но так думают не все, и это их право. Майорка в своем поединке против Оскара Делахои позволял себе очень многое в грязном словоблуде. Но как бы сладко не пел Соловей, это надоедает, и змея рано или поздно его съест. В поединке Оскар был настолько зол, что не сделал назад ни одного шага, просто идя вперед и уничтожая негодяя. В первом же раунде Делахои отправил майоргу в нокдаун, чем очень порадовал всех зрителей в зале. А в шестом закончил бой досрочно. Как женщина бывает на вид богиней, а в сердце ведьмой, так и у бойцов. Кажется отличным воином, но когда послушаешь пресс-конференцию, понимаешь, что за знавшийся чертяка. Многие фаны считали Ронду Роуз лучшей из лучших. В конце концов она сама в это поверила и стала себя вести как Мэйвезер в юбке. Много обливала грязью соперников, нежала перчатки перед поединком и все в этом духе, что и собрала вокруг нее банду хейтеров. Поэтому ее поединок с Холли Холм стал бальзамом для очищения души хейтеров, требующих справедливости. Кстати, перед этим боем Ронда вела себя так же некрасиво, чем еще больше увеличила количество желающих забросать ее туалетной бумагой. Сам бой показал то, что Роуз очень далеко до лучшей из лучших и ее полную несостоятельность против высококлассного ударника. Сильный ветер и цветок Сакуры не могут быть хорошими друзьями, как и трэш-токер, считающий себя богом, и прямолинейный жесткий ганста-файтер. Бронер много говорил о том, что он лучше из лучших, считая себя богом и копируя в словах Мейвезера, да и в технике частично тоже. Он выливал немало помоев на Майдану, который всего этого трепа не понимает, ибо у них на районе «сказал-сделал», а не «сделал-умер». Да и тысячи фанатов бокса относятся к такому поведению очень негативно и невероятно радуются, когда таких бойцов спускают с небес на канвас. В самом поединке Бронер продолжил свою игру и сделал с Майданой очень некрасивый поступок, за который ответил таким же, получив унижение от противника, которое Майдана подкрепил нокдауном. В итоге бой был проигран по очкам, а видео, в котором Бронер возвращается в раздевалку полностью подавленный и шокированный, очень порадовало всех его хейтеров. В избытке и лекарство яд, а у бойцов чрезмерной уверенности выпендрешь не доводят до добра. Майкл Венум Пейдж, несомненно, талантливейший боец современности, который своими выступлениями в клетке приводит многих фанов в восторг, так как демонстрирует невероятную и неординарную технику боя, пробивая фантастические, как из боевиков, удары. Но тем не менее, тысячи фанов и особенно его соперников жутко бесит такая манера боя, чрезмерная самоуверенность и унижение противников в клетке. Поэтому его поражение от Лимы многих приверженцев шокировало, а многих хейтеров порадовало. Ведь они теперь могли сказать, что даже лучшие падают, а понты наказываются. Иногда бывает, что в клетке соперник, а в жизни друг. Но это точно не про Энджайчик, для которой все соперники это собачий помет на подошве. Яана отличный боец и с этим не поспоришь, но судя по ее трештоку, человек она паршивый, а это, естественно, объединило огромную толпу хейтеров. Поэтому ее поединка с Роуз на Маюнос ждали как очередного чуда. Впрочем, Энджайчик делала все по своей схеме, чтобы уничтожить противника психологически еще до боя. И выливала ведра и даже тазики славоблудного навоза на Роуз. Но в этот раз, в отличие от других соперниц, на Маюнос была как кремень. Поражение Энджайчик в первом раунде порадовало многих любителей единоборств и запомнилось больше, чем все ее победы. Как сильно бы не дул ветер, горы останутся стоять на месте. А как бы много ни говорил боец перед боем, все решается именно в клетке. Когда Брок Ласснер перешел из рестлинга в UFC, очень многие фаны на это смотрели скептически. Не только из-за того, что у этого буйвола не было реальных боев, но и из-за шоу, в котором заключается смысл рестлинга. Поэтому им не хотелось, чтобы реальные бои превращались в цирк. А после того, как Брок толкнул в клетке кормье, у него хейтеров знатно прибавилось. Поэтому его поединок против Веласкеса стал целым праздником для очень многих болельщиков. Ласснер настолько устал, что просто не мог стоять на ногах. Да и сам бой проиграл довольно явно. Как на войне из победителей делают героев, а проигравших объявляют мятежниками, так и в бою. Победитель супер бог, а проигравший неудачник. Но это не всегда. Коди Гарбран, несмотря на свою отличную манеру боя и статус топового бойца, не нравится очень многим фанам ММА своим позерством и унижением соперника в клетке. Достаточно вспомнить его бой против Круза, где он выставил его не в лучшем свете постоянно тролля. Но на это можно смотреть по-разному. Кто-то считает это мастерством, а кто-то неуважением. Поэтому его поединок против Делашоу был надеждой для хейтеров, которые жаждали увидеть Коди на канвасе без сознания. И эти надежды оправдались. Хотя и бой был очень тяжелый. Конечно, в этот список можно было добавить Мейвезера, но у этого красавчика нет поражений. А также МакГрегора, но не срослось. Пишите в комменты, какой боец лично для вас мог бы дополнить этот список. А также можете поделиться историей, как вас троллили за Беляш с темным пивом, но вы отправили обидчика в нокаут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. А если вы хотите узнать самые мощные приемы, которые сразу сделают вас чемпионами UFC и бокса, подписывайтесь на мой второй канал Грандмастера в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.